Добрый день, уважаемые слушатели! С вами канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, у нас много интересных видео. А также пишите ваши вопросы и комментарии, нам интересно ваше мнение. Ну а сегодня мы с вами поговорим о таком интересном понятии, как знак зодиака своего босса. Так для чего же нужно знать знак зодиака своего босса? Друзья, хотя бы для того, чтобы знать его слабые и сильные стороны и как результат продвинуться по карьерной лестнице. Итак, если ваш босс по знаку зодиака Овин, никогда не угадаешь, что у него на уме. Они настоящие рабочие снайперы, которые всегда подмечают все детали и бьют точно в цель. Овна впечатляют блестящие разговорные навыки, поэтому при наличии проблемы обязательно включайтесь в бурное ее обсуждение вместо пассивного слушания. Овин по достоинству оценит это ваше качество. Достоинство такого начальника это прямота, честность, внимательность. Из недостатков это эгоцентризм и грубость. Следующий знак это у нас есть у вас босс Телец. Это медлительный и устойчивый знак земли, который никогда не списывает со счетов интересы всей команды. Они не любят и не могут действовать в хаосе. Им важно выделять каждую проблему и работать конкретно над ней. Многозадачность это не про них. Тельцы поощряют здоровый баланс между работой и личной жизнью, что есть неплохо для их подчиненных. Достоинство босса Тельца это любознательность, любезность и презентабельность. Из недостатков это чрезмерная осторожность, замкнутость и безграничное упрямство. Следующий, если ваш босс по гороскопу Близнецы. Характерная особенность начальника Близнецов это множественные разговоры. От регулярных мозговых штурмов до чисто формальных дискуссий. Каждой своей идеей они непременно должны поделиться с огромным количеством людей. Эта склонность к постоянным беседам может сделать из них офисных сплетников. Но это совсем не значит, что для продвижения по карьере потребуется добывать для них самую нелицеприятную информацию о коллегах. Это не про них. Основные качества Близнецов это острый ум и бесконечное любопытство. В зависимости от ситуации могут проявиться как доброжелательной, так и настораживающей чертой. Следующий знак зодиака это у нас рак. Начальник рак тонко чувствует потребность обеспечить своих сотрудникам ощущение полной безопасности. Раки бесконечно терпеливы и когда у них есть достаточно времени для размышления, могут предложить фантастическое решение любой проблемы. Раки становятся незаметными на фоне больших групп. Поэтому все самые важные для вас вопросы необходимо всегда обсуждать с ними один на один. Достоинство такого босса интуиция и творческий потенциал. Ну а с недостатков излишняя чувствительность и нерешительность. Следующий знак зодиака это лев. Лев это харизматичность и неординарность. Львов чувствуется на расстоянии. Они будто занимают все пространство. И это ощущается даже в их отсутствии на рабочем месте. Они любят людей, способных разглядеть за их сказочной жизнью нечто большее и просто не выносят застенчивых сотрудников. Такие начальники непременно заводят себе любимчиков в коллективе. Когда вы становитесь частью их ближайшего окружения, получаете верного защитника и адвоката. Достоинство такого босса это щедрость и внимательность. Из недостатков это излишняя агрессия в моменты даже легкого недовольства. Следующий у нас знак это дева. Как и любая настоящая дева, ваш босс предпочитает все распланировать, прежде чем приступить к проекту. Если вы будете придерживаться той же стратегии и просчитывать различные варианты заранее, то обязательно обратите на себя внимание руководства. В конце концов, подобная тактика помогает избежать многих ошибок и головной боли. Достоинство такого босса это сильные организационные и аналитические способности. Из недостатков это тревожность и напряженность. Следующий знак зодиака это весы. Тяжело сопротивляться энергии весов. Они своей легкостью и непринужденностью умеют блестяще соединять людей в коллективе. Их дверь всегда открыта. Поэтому они будут рады в любой момент выслушать ваши рабочие предложения. Из достоинств такого босса это дружелюбие и гостеприимство. А вот из недостатков это нерешительность в важные трудовые моменты, от которых может страдать весь коллектив. Если ваш босс скорпион, слушайте тогда дальше. Хоть и не принято говорить о начальнике мистической, но именно такое определение подходит к боссу скорпиону. Большую часть времени они держатся тихо и обособленно. Самый верный способ подобрать к ним ключи, это вести себя так же независим и та же жестко, как и они. Никогда не дооценивайте генеральный план скорпиона. Они практически всегда действуют согласно продуманной тактике. Достоинства такого босса умные, сильные и изобретательные. А вот из недостатков это напряженность, угрюмость и тотальная непроницаемость. Следующий знак это стрелец. Подобные начальники блестяще проводят коллективные собрания. Они сторонники делегировать максимум собственных обязанностей и стараются приложить муки планирования на других. Вместе с тем, в работе они допускают легкость и веселье. Пытаются создать непринужденную обстановку. Но подчиненным не стоит особенно расслабляться. Достоинства такого босса это забавный и энергичный. А вот из недостатков это рассеянность, непостоянство и неорганизованность. Следующий знак зодиака это козерог. Последний, кто уходит из офиса, это всегда козерог. Такие люди никогда не откладывают дела на потом и ненавидят, когда окружающие затягивают с принятием решения или ответом. Вместе с тем, они умеют мотивировать команду и их благородные амбиции распространяются на весь коллектив. Достоинства такого босса это самоотверженность, дисциплина и целеустремленность. А вот из недостатков это жестокость. Следующий знак зодиака это водолей. У рожденных под этим знаком довольно специфические идеи о будущем. Это самые неординарные и нестандартные боссы, которые только мог бы у вас быть. Они любят сотрудничать с командой и постоянно делятся своим видением ситуации с другими людьми. Но не очень жалуют те, кто оспаривает их надежды и мечты. Не обязательно постоянно отвечать согласием. Но умение быть гибким может пригодиться вам в общении с подобным руководителем. Достоинства такого босса изобретательность и справедливость. Из недостатков быстрое раздражение. И если по гороскопу ваш босс рыбы. Подобные начальники всегда готовы помочь советам любому сотруднику. Они способны сопереживать и одаривать теплом. Из-за этого многие сотрудники часто забываются и списывают со счетов тот факт, что перед ними не близкий друг, а большой босс. Но благодаря их доброте и чуткости они с легкостью завоевывают даже самый каменных персон. Достоинства такого босса это мягкость, сердечность и открытость. А вот из недостатков это рассеянность и идеализирование некоторых людей и ситуаций. Друзья, это был гороскоп каждого знака зодиака своего босса. Узнавайте о своем боссе больше о своем начальнике, чтобы быть в лучших с ним отношениях. Ну а сегодня на этом у нас все. С вами был канал Эзотерика для тебя. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok